Дефицит внешней торговли Еще пока был меньше, и вот за 8 месяцев ситуация, к сожалению, нормализовалась, в кавычках, и мы видим, опять-таки, рост дефицита торгового баланса по товарам. О чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация во внешней торговле, соответственно, в экономике Беларуси остается нестабильной. Это говорит о том, что необходимо привлечение миллиардов долларов для того, чтобы как-то финансировать данный дефицит торгового баланса. Откуда, опять-таки, нужно брать деньги? На кредиты предприятий, кредиты банков, кредиты правительству. Взять их сегодня крайне сложно, поэтому я считаю, что торговый баланс, который находится в таком плачевном состоянии, и неспособность власти, несмотря на активные административные меры по регулированию валютного рынка, безусловно, приведут к девальвации. Когда она будет? Будет ли она разовой или будет постепенной? Это вопрос же техники, но принципиальный вопрос, будет ли она, я думаю, решается однозначно. Да, при девальвации быть. Я думаю, что власти сделают все, чтобы не дотянуть до выборов без девальвации, чтобы создать иллюзию стабильности валютного рынка. А потом, с Нового года, я думаю, что не будет уже хватать денег для того, чтобы обеспечить даже плавную девальвацию белорусского рубля. Она должна быть достаточно жесткой. Второй фактор, который вызывает беспокойство, это, конечно же, увеличение денежной массы. Национальный банк увеличил скорость печатания денег в сентябре-октябре. Это, безусловно, потому что нужно перекредитовывать предприятия. И вот два этих тревожных фактора, увеличение дефицита торгового баланса, увеличение дефицита платежного баланса, а также увеличение скорости печатания денег, и приведет к тому, что в следующем году девальвация становится практически неизбежной. И ее размер будет колебаться от 25-30% до 70% в самом худшем сценарии, когда денежная масса в Беларуси будет увеличиваться катастрофически высокими темпами. Поэтому стабильности на финансовом валютном рынке, к сожалению, ждать не приходится. И индикатором тому является как раз показатель внешней торговли. Нам не надо прятаться за протекционистскими барьерами, нам это не поможет. Нам не нужно пузыриться, предполагая, что мы такие сильные и справимся без модернизации. Пришло время перемен, и эти перемены не за горами.